Культ лунного знания, то есть не истина первоистоков, а какая-то книжечка, какое-то учение, и тебе его с детства впихивали, тебя покрестили, тебя даже не спрашивали, хочешь ты креститься или нет, правильно, вот так вот, впихивание вот этого знания и зацикливание на какой-то книжечке. Есть такое? Понимаешь, такой лунный культ? А солнечный культ, он меряется не месяцами, а как? Сороковниками. Вот, помните детская считалочка, сорока-ворона? Сорока-ворона, сорока-ворона. Почему? Смотрите. 40, сорока, это 40. А как по древнерусски было число 30, кто знает? Ворок. То есть сорока это 40, а ворона это 30. Сорока-ворона это как раз и считалочка, которая про календари говорит. На самом деле, конечно же, мы с луной тоже связаны, но надо использовать и циклы луны, и циклы солнца, правильно? Особенно женщины по лунному циклу сильно связаны. Но в эпоху Лисы мы жили только по лунным циклам, понимаете? На солнце вообще болт забили, как будто его нет. Все знания лунные, лунные вот эти культы, правильно? И заметьте, Кришна какой? Луннолики. Рама какой? Луннолики. В мусульманстве символ что? Полумесяц. Ну и христианство, если вы копнете. Чувствуете тему? И вот это вот постоянное навязывание вот этих лунных культов. А нам надо пользоваться и лунным, и солнечным. Это как две ноги, мужское и женское. И вследствие того, что был культ луны, у нас последние вот эти 40-40, было культ чего? Женщины. То есть полностью погружение в женское начало, в материальность, в матрицу. Почему мы до матрицы дошли? Потому что вся эпоха шла к тому, чтобы начали доминировать женщины, понимаете? И особенно это началось, когда наши ручьи начали управлять кто? Екатерина Первая, Вторая, Елизавета, да? И пошло вот это скатывание в бабовщину. И поэтому и Александр Сергеевич Пушкин, замечательный человек, написал для вас, женщины, сказку, чтобы вы понимали, до чего это доведет. Вот она называется как? Золотая рыбка. Когда вы все рветесь, рветесь ко власти, давайте. Власть в семье, я сейчас буду мужем управлять, я сейчас буду обществом управлять. Вот это вот бизнес-флейте, вот этот вот культ эмансипированных женщин, понимаете? И будешь потом у разбитого корыта, если будешь себя так вести. Пушкин говорит, последнее предупреждение девчатам. И еще Пушкин говорит, про три масонских ложи, которые сейчас самые главные. Это ложи кого? Повариха, Ткачиха, Сватья, Баба-Бабариха. Вредные были бабы втроем? Вредные. Вредные. Почему? Повариха это отравливание человечества через неправильное питание. Фастфуд, Кока-Кола и так далее. То есть повариха, она плетет вот такие вот эти самые. Как бы отравить людей через еду. Ткачиха, что она делает для нас? Какие вредности? Да, во-первых, Ткачиха, вот эта американская одежда, с которой я борюсь. За которую постоянно пендели выдаю. Химические нитки. Что это такое? Как ты пришел на сказки, Иван Царевич? А ты как пришел на сказки? Я для тебя, видишь, как вырядился, постарался для тебя. А ты для меня постарался? Лентяй. Кого еще пендели выдают? Это же мое любимое занятие. И заметьте, мне звонят через 2-3 месяца после фестиваля и говорят, Иван Царевич, мне так твой пендели по жизни помог. И поэтому я получаю вдохновение выдавать пендели снова и снова. Десятки людей меня что-то за них благодарили. Вот еще один сидит. Вот смотри, как мы одели от тебя. Видишь, красиво. Все вырядились. А ты, американский агент, одевайся красиво. Ярмарка есть. Мы за пенделями приехали. А, за пенделями приехали. Обязательно. Ладно, пендели выдаем в неограниченном количестве.